Официально же нету никаких ухудшений дипломатических отношений, нету ни войны, ни конфликта, ничего. Смотрите, существует такой договор, как договор об ограничении обычных вооружений в Европе. И мы являемся членами этого международного договора. Россия, Российская Федерация тоже самая является членом. Согласно этого договора, вооружение калибра от 100 мм и более подлежит верификации, то есть проверке его наличия, для того, чтобы не увеличивалось его количество. И согласно плана проводятся совместные проверки. Напомню, весной прошлого года к нам приезжали офицеры российской армии и проводили верификацию в Миргороде, нашей части бомбардировочной авиации. Бомбардировочная авиация тоже вся попадает под договор. Сейчас, согласно графика, офицеры едут в Россию, для того, чтобы провести верификацию в частях приграничных округов. Согласно плана. Дело в том, что у нас официально нет никаких ухудшений дипломатических отношений, нет ни войны, ни конфликта, ничего. Поэтому, да, сегодня надо сдержать эмоции, сегодня надо заняться экономикой, забыть вот эти разборки, сесть тут, даже, еще раз, бог с ними, с кем они там. Давайте сядем, вытащим страну из пропасти. В стране, в которой гривна меняется за день на такие пропорции, она просто находится в умирающем ситуации. Это умирающая экономика называется. Кстати, Приватбанк, сегодня стандарты тут признала преддефолтное состояние. Можете мне объяснить тогда? Они работали вместе с Международным валютным фондом, с американскими фондами. Они сказали, что такие действия для банка нам сказали правильными. И сегодня его международное рейтинговое агентство признает преддефолтным. Объясните в стране, что вы сделали. Это очень серьезная вещь. Смотрите, то есть, опять, у нас нет ответа на вопросы. Занимается этим, например, Коломойский был у президента, ночью там приватизировали банк. Люди добрые. У нас по конституции президент к этому вообще не имеет отношения. У нас экономикой президент не занимается. Поэтому лучше он Гройсману пошел. Гройсман говорит хороший человек. Я слушал Коломойского. Но если вы с хорошим человеком Гройсманом, Париж Алексеевич, какие тогда у тебя проблемы? То есть, где проблема? Скажите людям. Вы говорите, что вот ваши предсказания часто сбываются. Что с гривной, с долларом по отношению с курсом? Не скажу. Не скажу. Так страшно? Я не скажу. Я не хочу плохих новостей. Не скажу, и все. То есть, далеко за пределы указанного бюджета. Я не скажу вам все равно. Слушай, а за бюджет мы же уже ушли. Мы еще до первого месяца, мы ушли. Смотрите, люди, которые понимают в экономике, они должны понять одно. Если у нас заложено в бюджет, это очень серьезная вещь. Курс гривны, например, там, к примеру, 30, я... 27,2, по-моему. 27,2. 27,2. И у нас уже в первый месяц, 28 за один день, надо прекрасно понимать, что люди не просто не понимают ничего в экономике и ничего не контролируют. Они вообще не знают, что с этим делать. Понимаете, командами управлять гривной, кричать на нее и сказать, что гривна, стоять, подняться, опуститься. Это, знаете, знаете, когда импотент сидит и орет на себя. Что ты себя орешь, ты уже импотент. Так вот, послушайте меня, они импотенты в экономике, они больше ничего не могут сделать. Рассказывай о том, что частный предприниматель должен взять на себя этот кавру. Тогда поднимите ее в любую стоимость. Это не разговор. Надо подумать покупательную способность населения. Это единственный выход выйти из петли. Они это просто не понимают по своему социалистическому методу мозгового развития. Вот не понимают. Они понимают, что надо завод приватизировать, там, что там понять. А зачем людям деньги нужны, они вообще не понимают. Слушайте, что говорят, кормить не будем, лечить не будем, раковые заболевания не нужно лечить, врачи не нужны, безработных мы тоже не будем. На хорошее я вам скажу. Люди, не было еще таких паразитов в мире, которые смогли погубить нормальную страну. А такую сильную и великую, как Украина, да, нам плохо, нам тяжело, но поверьте мне, вот давайте 17-й год сделаем годом переворота к лучшему. Только переворота в хорошем понимании этого слова. К лучшему. Это нам построим, смотрите, нам реально, чтобы вы поняли, нам нужен один год. Чтобы вернуться ко всем этим, к тому, с чего мы начали, еще год, чтобы стать нормальной страной. Только это при прозрачной, серьезной экономике и при посадке коррупционеров. Мы не бедная страна, мы разворованная страна. Это две разных вещи. Прекратим разворовывать, будем сильной страной. А на ваш взгляд, украинские политические лидеры должны ехать на инаугурацию Трампа? А кто их туда пустит, можно узнать? Я знаю отдельные люди, вот я знаю Кличко, там вроде едет туда, собрался, еще там какие-то люди их пригласили отдельно по разным каналам. А мы пока не игроки, мы игроки. Нас еще будут смотреть, что с нами делать. Я думаю, что нам еще аукнется глупость, которую мы во время выборов американских. Ласковая тыля, двух маток сосед. Знаете, это такое выражение. Нам надо было расставить как умным людям. Кому-то что-то с Байденом, с Клинтоном, что-то с Трампом. Так делают все нормальные психически здоровые цивилизации. А у нас МИД, он одноплановый, знаете, он бежит либо туда, либо туда. Вот набегались теперь. Но у нас не принято увольнять чиновников за такие действия. У нас принято их поощрять или переводить на новую работу. Это советский постседром такой. Там провелился на лесном хозяйстве, поставили тебя на рыбное или на культуру. Так и у нас. Ну что это? Это разве нормальный МИД, который руководит страной и ведет ее в правильном направлении? Вот он поехал в Няма, и это наши будущие партнеры. Сегодня проголосовали, совет уже для Грузии открыт, безвизовый режим. Сегодня 42 страны проголосовали за, одна воздержалась, две против. Все, с Грузии открыто, они получат февраля. Там мы, лучше вон туда поехал и сидел там. Вот этим надо заниматься. А то приедет барин, на баре нас рассудит. Эти бари уже вот здесь сидят. Знаете, я думаю, что все гадания просто не нужны по одной простой причине. Я уже говорил и повторю. И Трамп будет проводить проамериканскую политику, так как он ее видит, для нужного, для американского народа. Им меньше всего их интересовать будут интересы наши с вами или кого-то другого. И так правильно строить политику. И так правильно строить страну. И правильно говорил Черчилль, что у страны не должно быть постоянных врагов. У нее должны быть постоянные интересы. Нам надо знать и понимать, что в этот момент надо вот с этими мириться, а в этот, в этот. И ничего здесь зазорного нету. И нету здесь никакого двуличия. Это есть правильная, мудрая политика. Если нам сегодня выгодно делать это, то делать. Разговор о том, что к нам приезжает Байден, чтобы научить Порошенко, как разговаривать с Трампом, ну это смешно. Американцы помогают своей стране. Я хочу, там даже сейчас крайние мнения были, но все они говорят одно. У них как у нас нет. У них нет такого. Они внутри себя могут ругаться. Но они абсолютно едины, когда речь идет об Америке. И вот этому надо учиться у американцев. Вот это не надо быть в лагере Тимошенко, Порошенко, Рабиновича, Петрова, Иванова. Это когда идет внутренняя кухня. Как только внешняя, мы должны быть едины. Вот они едины. Никто не будет учить нас, как лучше разговаривать с Трампом. Нам самому надо учиться это. Никто будет нас учить, как обойти там нового президента. Никогда даже такое себе в голову не вобьет администрация приехать и рассказать, как это надо сделать. Нет. Нам надо самим менять курс, самим понимать некоторые вещи, что пока мы сами себя не уважаем, нас никто уважать не будет. Это закон и в жизни, и в политике. Ну, в продолжение. Дэн, на крючке. У российских спецслужб есть компромат на Дональда Трампа, как финансового, так и личного характера. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова бывшего агента российских спецслужб. В частности, идет речь о слежке ФСБ за Трампом, когда тот посетил Москву три года назад. Номер в гостинице Ридс Карлтон, где жил Трамп, прослушивали и по данным американской разведки. Москва собирала компромат на обоих кандидатов. Но достоянием общественности стали лишь промахи Хиллари Клинтон. Ведь она заняла жесткую позицию в отношении политики Кремля. Ну, а сам Дональд Трамп компромат на него прокомментировал в Твиттере. Написал, цитирую, фейковые новости, тотальная политическая охота на ведьм. Конец цитаты. Вот, интересно, еще инаугурации не было, а уже компромат на будущего президента начинает выливаться. Причем устами одного из ведущих телеканалов. Смотрите, он необычный человек. Он белый. Не, не, так сказать, больше любит женщин, да. Очень нормальный человек. Он необычен сегодня для политикума. Там левые правят, как во многих странах. Они считают, что должна быть там во всем, что все не так должно быть, да. Ну, слава богу, молодцы, выбрали нормального человека, хороший президент у Соединенных Штатов. Я, например, я не понимаю, о чем разговор. О том, что он там что-то где-то снял, да пусть пишут, что хотят. Он президент Соединенных Штатов. А они, он убежал уже, тот, кто это сделал. А люди себя уважают, вы понимаете? Ну, вы помните, Клинтона он тоже порицали за то, что он любил больше женщин. Это опять немножко другое. В тот период прожили, после этого, извините, мир поменялся. Уже это как бы не подходит. А я считаю, нормальный, ну, любит женщин, молодец, хороший человек. А кого он должен любить? Кого? Что у нас теперь нормальным является противоположное? Послушайте, мы живем в узоргодном мире каком-то. Трамп классный президент великой страны. Они выбрали себе достойного президента. И молодцы. Ну, что им... А то, что мы обсуждаем теперь, а вот он такой, а он такой. Да надо строить с ним отношения, повторяю. Не повторять всякую ерунду. А строить отношения. Потому что от Америки многое зависит в нашем будущем с вами. Да, не я так отстроился, так они отстроились. Сегодня многое зависит от Америки. В частности, очень много серьезных вещей уже в ручном управлении. Многое зависит от американских денег, множество от своих советников. Раз это так, вы должны на Америке сосредоточиться, а не выискивать блох у нового президента. Наоборот, трошки, я еще раз, я про ласковое тыля еще раз повторю. Трошки ласкового тыля должно быть, понимаете? Вот и все. Будет проблема в том, что, знаете, мы сами как всегда себя подставили. Я просто возвращаюсь к этому. Если вы хотите знать, что собирается делать администрация Трампа, не надо слушать выступления официальных чиновников. Почитайте статью Пинчука. Он ее опубликовал. Вы думаете, это месседж Трампа? Он пошел на этот риск, потому что он точно знал, что будет делать команда Трампа. Вот это нам надо изучать и думать. Хорошо ли это для нас? Очень нет. Очень нет. Знаете почему? Потому что всегда, когда тебя играют, без тебя самого. Помните 1939 год? Там не какой это был. По-моему, 1939 год был, когда вызвали Чехословакию. Искали, дорогая Чехословакия. Ну, извини, ты хороший человек, но мы немцам это отдаем. Я не провожу здесь параллели, но она уже не может сама ничего принимать решения, а вынуждена вот так вот сидеть приемно и ждать, что скажут. Вот это плохо. Мы сами себя поставили так и на внешней политике, и во внутренней. Мы все время зависим. Во внешней политике теперь мы с вами сидим и гадаем, а что с нами сделает наш друг Америка, когда подружится с Россией, вместо того, чтобы строить такую политику, при которой мне все равно, что будут делать одни. Я буду все равно вести свою позицию. А второе, во внутренней политике то же самое. Смотрите, сегодня для того, чтобы быть назначенным на любой крупный пост в нашей стране, важно только одно. Не родиться в Украине. Это самое важное. Если у тебя украинский паспорт, считай, что у тебя никаких прав нет. Ты можешь идти дворником. Я сегодня потрясен, нового главу портов поставили, привезли, из Латвии, по-моему, из Литвы, да. Я посмотрел биографию, опять там коррупционные скандалы, обвинен в том-то, в том-то. Мы что, отстойник какой-то человеческий. Почему украинец не имеет право в своей стране занять какую-то нужную? Но объясните мне, если вы, те, кто сегодня правят государством, особенно в экономике, считаете, что нет достойных украинцев, что есть только граждане других стран, ну так идите там и правьте в этой стране. Идите в Латвию там, сидите там.